Добрый вечер! Продолжаем уроки по Хумаш-Памид-Ба. Недельный раздел Туры Хукат. Мы находимся в 20 главе. 14 стих. И послал Мушей из Кадеша послов к царю Едома. Так сказал брат твой Израиль, ты знаешь все невзгоды, которые нас постигли. Наши отцы сошли в Египет, и мы долго жили в Египте, и египтяне делали нам зло, нам и нашим отцам. И воззвали мы к Богу, и Он услышал наш голос, и послал посланца, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадеше, городе на твоей границе. Позволь нам пройти через твою страну, мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воду из источника царской дороги. Пойдем, не свернем ни вправо, ни влево, пока не перейдем твою границу. Для чего Моше рассказывает царю Едому историю из жизни еврейского народа? В реале царя Едома это интересует, как и всякого другого царя. И что здесь вообще происходит? Прежде всего вспомню, что весь этот недельный раздел Хукат описывает события, которые происходят в самом конце 40-летнего периода пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. Кончились 40 лет, исполнился приговор, который дал Всевышний все время, в свое время, о том, что сыны Израиля, презревшие Святую Землю, останутся в Синае 40 лет, день за год, каждый день, который разведчики ходили по стране Израиля. И потом сообщили о том, что, на их взгляд, не следует туда идти, и народ им поверил. Вот и получили за каждый такой день год пребывания в Синае. Сменилось поколение. За эти 40 лет умерли все те, кто достигли 60-летнего возраста. И вот новое поколение, при стечении 40 лет, готово войти в землю обетованную. Войти-то оно готово, но только не всегда есть возможность пройти. Проблема-то в том, что еврейский народ в этот момент не находится непосредственно на границе земли Израиля. От земли Израиля, если идти от Синая прямым путем, чтобы войти в землю Израиля. Это значит, с юга на север, то на пути, оказывается, государство, по крайней мере, народ. Скорее всего, это тогда было все-таки уже государство, поскольку потом выясняется, что у этого народа есть царь. Какое-то хоть самое зачаточное государство там уже есть. Так или иначе, это Эдом. И для того, чтобы попасть в страну Израиля, нужно каким-то образом пройти через эту страну. Вообще-то в практике, в истории народов обычно подобная вещь кончалась военным столкновением, потому что вряд ли можно было найти много царей, правителей, вождей, которые готовы были бы дать другому народу, вооруженному, пройти через свою территорию, даже если цель этого народа пройти совсем другое место. В истории великих переселений народов и более мелких переселений народов обычно подобные вещи кончались. Но прежде всего следует обратить внимание, что за народ, который стоит сейчас на пути у народа Израиля, это Эдом. Эдом, Эдомитяне, потомки Исава, родного брата Якова. Так что, в общем-то, родственный народ, почти братья, двоюродные. Может быть, с ними можно будет как-то договориться. Хотя, с другой стороны, не то что особой симпатии между Исавом и его родным браком Якова не было, наоборот, была явная, тяжелая вражда. Поэтому, может быть, наоборот, в силу этой вражды ничего хорошего ждать от адомитян невозможно. Вот теперь посмотрим, как развиваются эти события. И послал Муше из Кадеша, Кадеш – это то место на границе Синайской пустыни, где сосредоточился сейчас еврейский народ перед окончательным броском в сторону страны Израиля. «И послал Муше из Кадеша послов царю Идома. Так сказал брат твой Израиль. Ты знаешь все невзгоды, которые нас постигли». Ну, не скрывай. Братья. Для чего это? Может быть, для того, чтобы разжалобить, вызвать братские чувства? Вряд ли. В особенности, опять же, вспоминая, что братья – это братья, но, мягко говоря, они очень любившие друг друга. «Ты знаешь все невзгоды, которые нас постигли, а это зачем? Наши отцы сошли в Египет, и мы долго жили в Египте, и египтяне делали зло нам и нашим отцам». Ах, какие нехорошие египтяне! Это ужасно, конечно. Но какое дело царю Идома до ваших бед? «И воззвали мы к Богу, и Он услышал наш голос, и послал посланца, и вы у нас из Египта. И вот мы в Кадеше, городе на твоей границе, позволь нам пройти через твою страну». Ну, вот, наконец, после всего этого предисловия, которое, очевидно, должно было пробудить милосердие, сострадание царя Идома. Хотя вряд ли можно было от него этого ждать, поскольку, как известно, Москва слезам не верит, и в практике международных отношений, вряд ли можно назвать события, в которых одна сторона по отношению к другой действовала, исходя из сострадания, милосердия и так далее. В области политики, так, Клаузевиц как-то сказал, что война – это продолжение политики только другими способами. Можно сказать и наоборот, что политика – это продолжение войны только другими способами. В политике люди преследуют, люди, страны, правители, короли, цари, князья, они преследуют интересы. Свои или своей страны. Это не всегда совпадает. Но так или иначе действуют, исходя из интересов. Поэтому попытка их разжалобить и поиграть на нежных струнах их души может быть только наивностью. Но уж чем-чем, а наивностью, приписать муше наивность, этого мы делать не будем. Почему же он тогда рассказывает царю Эдома, напоминает ему вот эти вот истории, печальные страницы из еврейской истории о том, как были в Египте, о том, как они в годах, которые нас там постигли. После всех этих просьб, после всех этих напоминаний, наконец-то просьба. Просьба – дай нам пройти. Тебе от этого никакого вреда не будет. Будем идти только по одной дороге. Всегда же есть опасение, что если народ будет проходить через какую-то территорию, то он просто, как это было принято, ее ограбит. Нет, там будет ясно, что здесь прошли, что здесь было вторжение. Нет, мы не пойдем по полям и виноградник, не будем пить воду из источника. Царской дорогой пойдем, то есть по центральному тракту пойдем, не будем никуда сворачивать. Ни в право, ни в лево, пока не придем на твою границу. Но Идон сказал ему – нет. Так вот, возвращаемся к первому вопросу. Почему Моше напоминает здесь адамитянам про братство и рассказывает о невзгодах еврейского народа? Отвечает на этот наш вопрос Раши, который цитирует слова мудрецов. Почему упомянул здесь их братские связи? Вопрос моментально возникает. Тем самым он сказал ему – мы, братья, сыны Авраама, которому было сказано – ибо пришельцами будет твое потомство. И нам обоим надлежало расплатиться с тем долгом. Речь идет не о попытке разжалобить, речь идет не о попытке пробудить братские чувства. Речь идет здесь о вопросах прав и обязанностей. А именно, напомним, что мы с вами, издамитяне, мы с вами происходим от одного человека. Всем происходят от Авраама. Авраам во время Брит Бен Абитарим, во время, когда Всевышний заключил с ним так называемый союз между половинками, Авраам услышал обещание Всевышнего. «Ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле и будут их угнетать там, порабощать и угнетать 400 лет. Но и над народом, который их будет порабощать, я произведу суд, а после этого они выйдут с большим достоянием. И вот только после этого будет реализована цель вот этого вот союза между половинками. А именно, после того, как потомство Авраама выполнит свою часть, а именно, будет пришельцами и рабами в чужой земле, а имеется в виду Египет, после этого Всевышний выполнит свою часть. Не просто выведет их оттуда, а приведет их в землю, в которой жил Авраам, в землю обетованную, которую Всевышний пообещал Аврааму, и отдаст ее тем, кто вышел из Египта. Таким образом, это две стороны одного и того же соглашения. Тот же самый договор, как в каждом договоре, две стороны принимают на себя обязательства. Обязательство Всевышнего было дать потомство Авраама во владение святую землю. Но за это еврейский народ должен был отбыть четыре сотни лет, ну, не все четыре сотни лет, из них, из четырехсот лет, по крайней мере, 210 лет строгого режима в Египте на положении чужаков, потом рабов, а потом еще и угнетаемых рабов. Но это было связано. Мы не будем сейчас входить глубоко в вопрос, а почему? Почему Всевышний так захотел, чтобы, как бы, платы, потому что это не плата, но чтобы средством для получения святой земли было пребывание в Египте. Но, очевидно, это было необходимо. Необходимо было сначала, прежде чем еврейский народ получит свое место под солнцем, не просто место под солнцем, а избранное место на всей планете, святую землю, перед этим он должен побывать в рабстве и научиться жить не как господин своей земли, а как с трудом терпимый или даже с трудом терпимый и даже порабощаемый народ. Все это уже сообщает царю Эдома. Для чего? Поскольку, как говорит Раши, мы с тобой наследники Авраама, значит, вот это вот долговое обязательство, этот вексель, который был подписан Авраамом в союзе между половинками, этот вексель, он касается нас обоих. На нас обоих лежала эта обязанность, надлежало его оплатить, этот долг. Ты знаешь все невзгоды. То есть ты хорошо знаешь, что пребывание в Египте – это то еще удовольствие. И именно из-за этого ваш отец Исаф отстранился от нашего отца. Как сказано, и пошел он в другую сторону, прочь от своего брата Якова Исаф, расстался с Яковом, несмотря на то, что в конечном итоге помирился с ним, но вместе они уже не жили. Исаф отстранился от него, женился и отправился жить в Южный Негев. Именно там, где сейчас, на границе Южный Негев, который отделяет Синайский полуостров от страны Израиля, именно там сейчас и живут его предки. Туда он отправился для того, чтобы расстаться с Яковом. Разъедемся. И все это почему? Почему они захотели жить вместе, несмотря на то, что помирились? Из-за долгового обязательства, из-за того, что самого Векселя, лежавшего на них обоих, он ушел и возложил все на Якова. То есть Исаф сказал, знаете что? Пожалуйста, не надо мне ни того, ни другого. Не надо мне доли в стране Израиля, я ухожу. В стране Израиля остается только брат Яков. А я ухожу. Я отказываюсь от своей доли в этом наследстве. Почему? Потому что я не хочу платить плату, которую нужно за это заплатить. Чтобы мое потомство трубило на великих стройках фараона сотни лет. Быть там пришельцем, быть там порабощенным, на это я не готов. Теперь, позволь же нам пройти через твою страну. У тебя нет оснований претендовать на удел в стране Израиля, поскольку ты не расплатился с долгом. Поэтому помоги же нам немного, позволь нам пройти через свою землю. То есть, все то, что говорилось до сих пор, это были аргументы. Моше, почему Эдом не должен возражать, почему ему не должно никак мешать то, что еврейский народ пытается пробиться в святую землю. Чтобы адвентяне не сказали, а почему это вы именно пойдете, почему мы должны пускать его в святую землю. А может быть мы ее сами себе хотим. Мы же как-то с ней соседи, может быть мы тоже собираемся туда вторгнуться и отрезать себе приличный кусочек этой земли. Или всю ее может быть завоевать. Почему именно вы, а не мы? На это вот здесь вот уже строят ему всю эту стройную аргументацию. Что вы, по крайней мере ваш праотец Иса в свое время отказался от доли в этом наследстве. Поэтому у нас никакого территориального конфликта с вами нет. Мы претендуем на ту территорию, которая нам была дана. В свое время наши праотцы были партнерами, соучастниками. Но ваш отец отказался от этой доли, поэтому все это наше. Поэтому пропустите. Будьте людьми, пропустите. Ну, все это были аргументы, только почему бы дометянам не могла прийти в голову идея, что вообще это плохо, если Израиль вторгнется в землю обетованную. Хорошо, им до этого дела нет. Но есть другая проблема. Пропускать чужих людей через свою территорию, этого никто не захочет, даже если им, наверное, наплевать до того, куда этот народ идет. Пусть он идет хоть в Лапландию. Но почему мы должны пропускать через свою территорию? Ведь они ограбят здесь все. На это идут все уговоры в продолжении. Мы не пойдем по полям по виноградникам. Топтать ничего не будем. Не будем пить воду из источника. Вот здесь странно. Надо было бы сказать, не будем пить воду из колодцев. То есть мы даже воды твоей трогать не будем. Почему из источника в единственном числе? Этот вопрос задает Раши. Следовало бы сказать, воду из колодцев. Однако Муше сказал им вот как. Хотя у нас есть ман для еды. А для питья источник воды. Мы вообще не нуждаемся. Мы пройдем просто вот стерильно. Мы ничего у вас не тронем. Если спросишь, зачем, что мы будем есть и пить. У нас все с собой. У нас есть ман. Каждый день выпадает ман, мы его едим. У нас есть такой передвижной источник. Источник мирьян. Который, правда, на время скрылся. Но затем снова вернулся. И сейчас он по-прежнему путешествует вместе с Астаном Израиля. Поэтому мы ни в чем не нуждаемся. Не только это. Но из этого источника мы не будем пить из него. У нас есть вода. Но мы ей пользоваться не будем. Почему? Для того, чтобы покупать у вас воду за деньги. То есть не только, что мы ничего здесь не попортим в вашей стране. Наоборот. Вы только заработаете на этом. Мы у вас будем покупать по полной стоимости воду. Хотя мы имеем самую собственную воду. Говорит, раньше отсюда видим правило. Даже если у постояльца есть пища, он должен покупать еду у хозяина. Чтобы тот, кто дал ему кровь, извлек из себя пользу. Это просто правило застойного шентльменского поведения. Если человек приютил тебя, если человек дает возможность тебе у него переночевать, хотя у тебя есть собственные запасы пищи, хотя ты приехал сюда не с пустыми руками, купи еду у него, закажи, чтобы он тебе приготовил еду, заплати ему, чтобы ему была выгода от того, что он тебя приютил, сдал тебе кровь. То же самое здесь. Это то, что обещается демитянам, что не только, что мы вам ничего не потравим, не попортим, не потопчем, вы еще и заработаете на это. Но Эдон сказал ему, ты не пройдешь через меня, а не то я выйду мечом с тебе навстречу. Значит, ответ нет, а если это непонятно, то поясни, любая попытка пройти через нашу страну будет встречена вооруженным сопротивлением. И сказали ему цены Израиля, по столбовой дороге пройдем, и если будем пить твою воду, я и мой скот, то я заплачу ее стоимость. Ничего больше, только дай нам пройти пешком. Но он сказал, не пройдешь. И выступил Эдон против него с многочисленной ратием и могучей силой. Поскольку царь Эдон опасался, что его недостаточно поняли, то он собрал войско и уже выступил навстречу народу Израиля. И не согласился Эдон позволить пройти через его границу и обошел его Израиль стороной. Так путь в Эра-Цисраиль оказался закрытым. Путь, я имею в виду прямой, с юга на север. Теперь придется обходить весь Эдон. Это значит, что направление движения теперь меняется. Народ поворачивает в правую сторону и начинает двигаться в направлении на юго-восток. Для того, чтобы обойти весь Эдон, затем повернуть снова на север, зайти в Зайордание, на восточный берег Иордана и попытаться пробиться там. Там тоже, правда, не совсем пустыня. Там тоже живут народы. Муавитяне южнее, амунитяне севернее. Но, может быть, с ними удастся договориться. Это будет более удачно, чем с Эдоном. С Эдоном ничего не получилось. А о том, чтобы воевать с ним, об этом разговора не было. И двинулись они из Кадеша. И пришли сыновья Израиля, вся община к горе Ор. Вот на этом пути в сторону востока проходит горе Ор. «И сказал Бог Муше и Аарону у горы Ор на границе Эдона. Пусть присоединится Аарон к своему народу, поскольку он не войдет в страну, которую я дам сынам Израиля за то, что поступили, вопреки моему слову, увод раздора». Это была тема предыдущих уроков «Воды раздора». Та странная и малопонятная история, в результате которой Всевышний постановил, что ни Муше, ни Аарон никто из них не увидит, никто из них не вступит в страну обетованную. Обоим суждено умереть до того, как настанет час вторжения. И вот сейчас Всевышний сообщает, что пришло время Аарона. Муше еще нет, Аарона уже да. Указывается точное место. И Раша здесь подчеркивает, что с одной стороны, в 22-м стихе Раша пишет, «Двинулись они из Кадеша, и пришли сыновья Израиля». Вся община Гориор. Для чего подчеркивается вся община? Вся община имеется в виду все без исключения готовы вступить в землю обетованную. Потому что среди них не было никого из тех, кому был вынесен приговор, ибо уже скончались обреченные на смерть в пусти. вступлении. Мы это уже сказали. Происходит смена поколений. Предыдущее поколение, о котором Всевышний вынес свой приговор, что никто из них не переживет возраста 60 лет, все они уже умерли. Теперь новое поколение, все без исключения, готовы вступить в землю Израиля. Все без исключения. Не осталось никого. Остались. Вожди-то народа еще остались. Было трое вождей. Муше, Аарон и Мирьям. Все из одной семьи. Мирьям действительно уже умерла. И об этом было рассказано в предыдущей главе. Но еще двое. Вожди предыдущего поколения, они еще живы. Поколение, которое они вывели из Египта, уже ушло. Но они еще живы. А вот теперь приходит и их черед. Сначала Аарона. И происходит это, подчеркивает Тора, на границе. И сказал Бог мужей Аарону у горы. Ор на границе Идома. Мы, в общем-то, знаем, что это происходит на границе Идома. Потому что только что были переговоры с Идомом. Было сказано дальше, что их дометяне не пропустили через свою территорию. И приходится обходить их территорию. Ну, значит, если обходят их территорию, значит, скорее всего, не удаляются далеко от их границ. Понятно, что для границ. Почему же Тора еще раз подчеркивает, чтобы мы не спутали, что это было на границе Идома. Отсюда, говорит Раши, мы делаем вывод, из-за того, что они сблизились здесь с нечестивым Исамом, в их дела была пробита брешь, и они лишились праведника. Имеется в виду Аарона. Особо возближения не было, конечно. Приблизились. Переговоры были, заговорили. И все равно. Но даже такая близость с нечестивыми людьми, компания с ними, или самое далекое компанионство, все равно приводит к нехорошим результатам. Благословения нет, даже наоборот. Понятно, что Аарон должен был умереть когда-то, ведь приговор ему уже был вынесен. Но почему он умирает именно здесь сейчас, а не позже? Это результат того, что сблизились с Идомом, с потомками Исава, нечестивца. Это и приводит к бреши, которое пробито в народе. Читаем дальше. Что говорит Всевышний? Пусть присоединится Аарон к своему народу, поскольку он не войдет в страну, которую я дам сынам Израиля, за то, что поступили вопреки моему слову ввод раздор. Возьми Аарона, это уже обращение к Муше, возьми Аарона, его сына Элязара, и возведи их на гору Ор. Когда человек идет куда-то, он может взять с собой сумку, он может взять с собой палку. Но что значит взять с собой человека? Ведь Раши имеется в виду, взять Раши последовательно всюду, где написано по отношению к человеку, возьми, имеется в виду словами. То есть поговори с ним о том, объясни ему, что его ждет, и поговори с ним о том, что, ну как это, сказать человеку, что давай сейчас пойдем умирать, ты, я тебя сейчас провожу, ты пойдешь умирать? Раши имеется в виду словами утешения. Да, сообщи ему, что его ждет, но утешь его. Скажи ему, тебе выпало счастье видеть, как твой венец передается твоему сыну. Ты первосвященник, и ты своими глазами увидишь, до того, как покинешь этот мир, ты увидишь, как твой сын занимает твое место. И он становится продолжателем того, что ты делал. Мне, должен сказать ему, что это не дано. Когда Всевышний сообщил мне о том, что сообщит в дальнейшем, что пришло и мое время, и я попрошу, чтобы мой сын унаследовал мне, то ответ будет совсем другой. Ответ будет, возьми и ушло, ушло беннуно. Он будет твоим преемником, а не твой сын. А ты, Аарон, тебе удастся увидеть своего сына на твоем месте. Вот почему сказано здесь, возьми Аарона и его сына Элазара, и возведи их на гору А. То есть, умирать Аарон будет в присутствии своего сына. и сними с Аарона его одежды, и облачи в них его сына Элазара. А Аарон приобщится и умрет там. Это не просто символическое действие. первосвященник приобретает этот свой сан первосвященника, одеваясь в священнические одежды. И вот это то, что должен сейчас переход поста первосвященника от Аарона к его сыну происходит путем того, что сын Элазар одевает одежды, которые раньше были на Аароне. А Аарон снимает эти одежды, Элазар одевает их. И сделал Муше, так и повелел ему Бог. И они взошли на гору, хор, на глазах всей общины. И снял Муше с Аарона его одежды, и облег в них его сына Элазара. И умер там Аарон на вершине горы. И сошел Муше с Элазаром с горы. И увидела вся община, что скончался Аарон и оплакивала. И оплакивал весь дом Израиля Аарона тридцать дней. Раши поясняет здесь более подробно, как происходил уход Аарона из этого мира. После того, как Муше облачил, снял с Аарона одежды первосвященника и возложил их на его сына в его присутствии. После этого он сказал Аарону, здесь есть пещера, войди в пещеру. И Аарон вошел туда и увидел, что там в этой пещере приготовлены для него ложи. Горит свеча. Сказал ему Муше взойди на ложи. И он зашел, выпрями руки. И тот выпрямил. «Сомкни уста». И тот сомкнул. А теперь закрой глаза. И он закрыл. И тогда же Муше пожелал и себе такой смерти, чтобы ему довелось умереть так, как умер его сын Аарон. Его брат Аарон. Комментатор подчеркивает здесь, что каждый получил здесь свое, и Муше, и Всевышний. Муше, который когда-то облачил Аарона в священческие одежды, сейчас он снял с него эти священческие одежды, А Всевышний, который когда-то дал ему душу, взял ее себе. Вот этот вот церемония, происходящая здесь, смена одежд, церемония. Понятно, что ее простое значение это именно переход сана первосвященника от Аарона к Элизару, но есть здесь и символика дополнительная. Здесь нарисован процесс ухода человека из этого мира. Мало похож на обычную смерть, но все-таки. Что представляет собой смерть? Что представляет собой уход из жизни? На самом деле это не исход из жизни. Ведь главное в человеке это душа. Суть человека отразляется с его душой. правда душа сама по себе у нас нет никакого общения ни с собственной душой, ни с чужой душой. Душа проявляет себя в мире через одеяние, в которое она облачается. В любом мире, в каком бы она ни пребывала, у нее есть облачение. в этом мире при жизни душа облачается в одежду из плоти и крови, тело, это самое первое облачение души. Затем, повторяя облачение души в тело человек облачается еще и в одежду, в нижнюю одежду, в верхнюю одежду. Таким образом, одежда это только некоторый пример, то, как мы покрываем свое тело одеждой, это только пример того, как душа человека, как человек облачается в свое тело. Что происходит во время смерти? Человек меняет свое одеяние. Если при жизни он одевался, он, то есть его душа, а это и есть сам человек, поэтому мы можем сказать, что если при жизни он одевался в одежду из плоти и крови, то, как сказано в святых книгах, в новой жизни в мире душ, хотя это мир душ, не мир тел, но и там душа не существует без одеяния. Там она облачается в новой одежде. И эти одежды сотканы из поступков, которые совершал человек во все дни своей жизни. Что значит одежда соткана из поступков? Мы будем входить в этот вопрос. Но так или иначе душа не просто стрекает оттекает телесной одеждой, она переоблачается, она меняет одежду. И именно одежда, в которой облачается душа, она и определяет образ жизни человека в том или ином мире. при этой и при жизни в этом мире. естественно то, что определяет нас образ жизни это тело с его потребностями. В мире душ после смерти там новое одеяние, которое получает душа, оно определяет весь образ жизни человека. И уж понятно, что если это одеяние сотканное из поступков, которые совершал человек при своей жизни, то в зависимости от поступков такая. Какие поступки, такая и жизнь. Но так или иначе вся вот эта церемония, которую здесь проводят Муше, не только на глазах Аруна и Лазара, непосредственных участников этой церемонии, но и на глазах всего народа. Ведь Тора подчеркнула, что и сделал Муше так, как повелел ему Бог, и они взошли на гору Ор, на глазах всей общины. Значит, вся эта смена одежды была на глазах всего народа Израиля. Это то, что нужно было сейчас уяснить из всей этой церемонии. Что такое смерть? Что такое уход из жизни? На самом деле это не уход из жизни. Это продолжение жизни, только в совсем другой форме. А смерть это смена одежды. Старую, изрядно поноженную одежду. в данном случае то, что касалось Орона, спрятали в пещере, в других случаях закапывают в землю, а душа человека, получив новые одежды, начинает жить новой, очень мало знакомой, малопонятной моим жизнью, но другой жизни. И этот урок должен был уяснить весь народ. И увидела вся община. И сошел Мушесель Азаром с горы. И увидела вся община, что скончался Орон. Что имеется в виду, что они поднялись втроем, спустились вдвоем, а где же Орон? А, если он не спустился, значит он умер. Это имеется в виду. Для этого нужно было указывать, что она увидела, что скончался Орон. И так было видно. Если было видно, что трое поднялись, двое спустились. Дело здесь не в этом. Как пишет здесь Равирш, наши мудрецы учат, что так же, как после смерти Мирьямна родная потеря проявилась в высыхании колодца. Значит снова еще раз возвращаемся к ситуации. Промежуточное положение. Новое поколение готово вступить в страну Израиля. Старое поколение уже ушло, но вожди старого поколения еще с нами. Правда, они тоже уходят. И каждый раз, когда кто-то из них уходит, то его уход ощущается явственно и отражается на жизни всего народа. Ушла Мирьяма в тот момент, когда она умерла, не было больше воды пить. Кончилась питьевая вода. Источник, который до сих пор чудесным образом появлялся каждый раз в том месте, где стоял стан Израиля, это источник высох. И воды больше не было. И тогда весь народ почувствовал на себе и очень-очень хорошо, что Мирьям умерла. Теперь умирает Аарон. Так же, хотя черным по белому здесь ничего не сказано, но намеком мы видим тоже, что народ почувствовал и понял, было здесь зримое, то есть смерть Аарона стала зримой для народа, благодаря физическому явлению, которое можно было наблюдать. Говорят наши мудрецы, что то, что произошло со смертью Аарона, их покинуло то облако, которое до сих пор оберегало и укутывало людей. Облака Анане Аковода, облака славы, которые укутывали стан Израиля, отделяли его от всего остального мира и оберегали и от врагов, и от хищников, и от всякого зверья, и от всякого соблазна тоже, вот эти самые облака, которые всюду и везде сопровождали еврейский стан, в их скитаниях пустыня, они рассеялись. И результат сразу, мы читаем дальше. И услышал канонейский царь Арада, живший на юге, что Израиль идет дорогой от Арим и вступил в сражение с Израилем. Еврейский народ моментально атакован. До сих пор облака защищали его, в том числе скрывали от глаз, от недоброго взгляда соседей, а теперь после смерти Аарона облака эти ушли и еврейский народ оказывается беззащитным. Вот это состояние беззащитности, а известно, кто беззащитен, кто слабый, того тут же бьют. Немедленно поощрило канонского царя к нападению на них. И еще здесь сказано, может быть, еще одно замечание имеет смысл. И увидела вся община, что скончался Аарон. Первый результат война, о ней будем читать дальше. и оплакивал весь дом Израиля Аарона 30 дней. 30-дневный травм. Пишите сразу вверх. Вспомните, пожалуйста, что было, что мы читали только в предыдущей главе. Когда мужей Аарон приводит народ в Кадыш, то выясняется, что там нет воды. Из-за чего? Из-за того, что умерла Мирьян, чудесный источник скрылся, и воды больше нет. Какие жуткие обвинения мужей Аарон убросал тогда народ. Их обвинили в том, что не может быть, что Бог повел их сюда, мужей Аарон сюда, их завели в это самое гиблое место, и они виноваты в том, что они здесь будут изжарены, и они виноваты в том, что вообще вывели их из Египта, зачем нужно было уходить из Египта для того, чтобы умереть здесь от голода и жажды. Жуткие, жуткие обвинения. Прошло всего лишь несколько дней или несколько недель, и об этом человеке, которого обвиняли во всех немыслимых грехах, о нем скорбят 30 дней, отсюда, говорит Рабиш, мы начинаем понимать истинное отношение к мужей Аарону. Да, еврейский народ обвинял их, да, бросал им в лицо гневные и очень-очень обидные обвинения. Но это был только результатом отчаяния. Люди могут наговорить друг другу в лицо жуткие гадости, но это никак еще не учит об истинном отношении к человеку, которого они обвиняют. Может быть, да, но может быть, нет. Даже люди, которые искренне любят друг друга, возьмите скандал, который происходит между мужем и женой. Не дай Бог это кому-нибудь третьим услышать. Какие обидные слова говорят, как иногда стараются в самое, в самое больное место ударить. Это могут быть люди, которые искренне любят друг друга. Но только сейчас, в момент взрыва страстей, когда происходит накал страстей, обиды, отчаяния, человек просто не владеет собой, и из него выливаются самые обидные слова. Конечно же, это ранит, конечно же, но это не говорит об истинном отношении к тому человека, которого сейчас обливают грязью, которого сейчас обвиняют во всех немыслимых грехах. То же самое и с мужем и Ароном. Пиртровирш. Эта глубокая скорбь Ароны непосредственно после возведенных на него обвинений указывает в действительности на то, что бунты, отравлявшие, конечно же, отравлявшие, жизнь Арона и Муше, еще как отравлявшие, являлись лишь временными возмущениями, вызванными приходящим состоянием отчаяния. В основном же в своем обычном состоянии народ знал о достоинствах своих лидеров и ценил. И вот результат с того, что защита ушла, скрылись облака славы и услышал канонейский царь Арада, живший на юге, что Израиль идет дорогой Атари и вступил в сражение с Израилем и захватил у него пленников и дал Израил обет Богу, сказав, если ты предашь мне этот народ, то я обреку на опустошение их города. И услышал Бог голос Израиля и передал им канонеев и они опустошили их города. И услышал канонейский царь, что он услышал Квитраши, он слышал, что умер Арон и что облака славы оставили Стан Израиля. И после того, как он атаковал, написано и захватил у него пленников Ваишб Мемену Шеви. Квитраши и только одну рабыну. В первый взгляд немножко странно. Написано Ваишб Мемену Шеви. То есть было здесь пленение. И Раши приводит здесь объяснение наших мудрецов, что имеется в виду всего лишь только одна да и та рабыня. Почему так? Конечно, если послушать сообщения воюющих сторон, скажем, когда вот здесь есть война между Израилем и канонейским царем Арадом. Обычно в ходе боевых действий каждая из сторон превозносит свои победы, а в случае поражения говорит, что понесли легкие потери. Максимум одного взяли в плен, одного здесь речь идет о Торе. Почему же тогда сообщение о том, что были пленные, почему наши мудрецы говорят, имеется в виду только одна рабыня? Объясняет это Рамбан. Понимание мудрецов Талмуда таково, что если есть не только что поражение, но и даже при общем удачном исходе военных действий, если при этом есть жертвы, это значит в народе что-то нехорошо. Это всегда происходит, уточним еще раз, лишний идет о всех на свете войнах. имеется в виду войны, которые описывает Тор. Если было действительно тяжелое положение во время военного столкновения с Амалеком, наши мудрецы указывают однозначно, что причина тому были сомнения, которые постигли еврейский народ, сомнения в вере, есть ли Бог среди нас, и как только начались эти сомнения, тут же написано сразу вслед за этим, пришел Амалек, и воевал с Израилем, и было таки очень скверно. Это был результат, то есть духовное состояние еврейского народа, оно оказывает влияние на его геополитический статус, по крайней мере, в том, что рассказывает Тора, это всегда связано, в книгах пророков то же самое, всегда связывается, и если еврейский народ не проявляет никаких недостатков, то тогда даже необходимые военные действия заканчиваются полным разгромом противника при отсутствии жертв каких бы то ни было со стороны народа Израиля. Здесь же мудрецы смотрят на текст, читают внимательно текст. Было ли что-нибудь недостойное с точки зрения поведения Израиля? Нет? Что мы читали? Отправились на границу уедома? Попросили уедометян право пройти. Объяснили, что мы против него ничего не имеем, что не тронем ничего и даже заплатим. Он отказался, казался и с мячом в руках вышел навстречу. уклонились от войны, не собираемся воевать. Обойдем, не надо. Что-нибудь плохое здесь есть? Ничего. Умер Аарон. Это трагедия, но никаких грехов здесь нет. Что здесь плохого? Ничего плохого. Стало быть, нет никакой объективной причины для того, чтобы в ходе столкновения с кнаонейцами были, если не жертвы, то, по крайней мере, пленные не должно быть. Поэтому мудрецы и говорят, что имеется в виду всего лишь одна рабыня. И дело не только в том, что она одна, она еще и рабыня. Что это значит рабыня? Поясняет Рамбан, имеется в виду сама пленная. То есть, кого взяли в плен кнаонейцы, никого-то из сынов Израиля, а человека, который сам был в состоянии пленника у народа Израиля. Вот этого пленника не взяли. Это объяснение того, что говорят мудрецы. Вальдер и Хабшат, ну а что касается простого понимания этого отрывка, то Тора здесь подчеркивает, да, военный перевес был поначалу на стороне кнаонейцев, правда, они никого из израильтян не убили, но некоторых из них взяли в плен. А потом, когда осознав опасность ситуации, осознав то, что военный перевес не на нашей стороне, то Израиль обратился с молитвой к Всевышнему и дал Израиль обет Богу, сказав, если ты предашь мне этот народ, то я обреку на опустошение города, и услышал Бог голос Израиля и предал им кнаонеев. И когда уже успех военный склонился на сторону Израиля, то здесь уже тех, кого взяли в плен, отбили снова, так что в конечном итоге это оказалось без жертв. Это объяснение Рамбана. Кстати, что означают вот эти самые слова «Если ты предашь мне этот город, то я обреку на опустошение города». Выражение, которое здесь упомянуто в оригинале «вээхэрамти» от корня «хэрем». «Хэрем» с одной стороны он имеет два значения. Первое значение «хэрем» это имущество, которое человек посвящает Богу. Конкретно оно передается на пользование храма, на пользование святилища. Второе значение «хэрем» это опустошение истребления. Какая связь между двумя значения, какое здесь общий знаменатель? Есть общий знаменатель. В тот момент, когда имущество человек посвятил храму и оно передано на пользование храма, то, что хэрем, то появляется строгий запрет. Нельзя никоим образом пользоваться этим имуществом. Оно принадлежит исключительно храму и может быть использовано в нуждах и в целях служения в храме, но не может быть использовано для каких-то нужд человека. То есть этого имущества с точки зрения человека его как бы нет, оно как бы ушло. В этом подобие вот этого опустошения, опустошение значит, то, что было, того нет. В данном случае, что это означает? Что еврейский народ дал обет, что если Всевышний дарует им победу, то тогда имущество Кнанеев, которое осталось в своих городах, мы не разграбим на трофее, а все это имущество мы передадим, делаем херем, все это передадим в дар Мишкану, переносному храму, все это будет Эгдыш, все это будет, станет храмовым имуществом. Но это не значит, что здесь есть обет и принятие обязательства полностью опустошить, разрушить эти города и превратить их в пустыни и так далее. Этого здесь не было. Здесь было только обещание посвятить все захваченное имущество храму. Вот здесь заканчивается 20-я глава, начинается 21-я, мы ее только начнем, прочитаем ее первую историю, а подробно будем ее разбирать уже на следующем уроке. Так что уже написано, 21-я глава. «И двинулись они от горы горы по направлению Красного моря, чтобы обойти земли и дома. И истощилось терпение народа в пустыне. И говорил народ против Бога, ему же, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы мы умерли в пустыне? Ведь нет ни хлеба, ни воды, и нам опостырила эта легкая пища. И напустил Бог на народ ядовитых змей. И они жалили народ, и погибло много народа из Израиля. И пришел народ к Муше и сказали, мы согрешили, говоря о Боге и о тебе. Помолись Богу, чтобы он удалил от нас змей. И молился Муше за народ, и сказал Бог Муше, сделай себе змея и помести его на шесть. И будет. Каждый укушенный посмотрит на него и останется жив. И сделал Муше медного змея и вытрудил его на шесть. И если ужалит змея человека, то, глядя на медного змея, тот оставался в живых. Хотел уже сказать очередной, но это на самом деле уже последний ропот еврейского народа в пустыне, который описывается в книге Паметба. И источилось терпение народа в пути. Наши сначала объясняет. Из-за тягот пути, который был тяжким для них, было просто тяжело идти. Но народ не жалуется на трудности, то, что тяжело пути идти. Говорил народ против Бога и против Мушей, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы мы умерли в пустыне. Ведь нет ни хлеба, ни воды. нам опостырила эта легкая пища. Стоп, 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 как-то нет ни хлеба, ни воды. Нет, может быть, хлеба у них есть, но еда-то есть, ман выпадает каждый день. Да и вода есть. Было короткое время, когда воды не было, когда умерла Мирьян. Но все уже вернулось, вода уже есть, есть источник. Так почему они собирались погибать? И настолько им очевидно, что они погибнут здесь, что они возвращаются к этому извечному, извечному обвинению против Муше. Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы мы умерли в этой пустыне? Откуда такая сила отчаяния? Раши раскрывает нам глаза на то, что происходит. Люди говорили, мы были уже близки к тому, чтобы вступить в страну. А теперь возвращаемся назад. Так возвратились наши отцы и пробыли в пустыне 38 лет по сей день. Поэтому истощило терпение людей из-за тяга в пути. тяга конечно были обычные нормальные. Так можно было идти еще долго. Проблема была психологическая. Что произошло? Сказали. Идумитяне не дали пройти коротким путем страну Израиля. С юга на север. Приходится сейчас огибать страну Идум. Каким образом огибать? Идти по направлению на юго восток по направлению Красному морю. Но по этому пути уже один раз шли. Когда после того, как уже один раз стояли 38 лет тому назад еврейский народ стоял на границе земли Израиля. Оттуда были посланы разведчики. И когда они вернулись к Анне Израиля, народ плакал, не желая отправляться в страну Израиля. И тогда Всевышний постановил, что все то поколение, которое сейчас находится здесь, не увидит страны Израиля. Они все должны здесь умереть за ближайшие 40 лет, которые будут скитаться по пустыне. А сейчас поворачивайте направо, на юго-восток, к красному морю и уходите в пустыне. Еврейский народ с ужасом понимает, что они сейчас проделают то же самое, что проделали их отцы 38 лет тому назад. Им известно, как это закончилось. Их отцы стояли на границе земли Израиля, и они сейчас стояли. И их отцы не увидели страны Израиля, им было сказано отправляться обратно в сторону Египта, к Красному морю. И они сейчас идут этим путем. Их отцы остались навечно здесь в пустыне, значит, когда никто никогда не увидит. Они так и будут крутиться здесь. А здесь можно было сойти с ума. Здесь можно было прийти в отчаяние. И вот это самое отчаяние, ощущение того, что мы повторяем все, что было раньше, и мы здесь остаемся, и никуда мы отсюда не уйдем, оно приводит к этому взрыву. Нет, ничего нет, ни воды, ни еды, ни питья, ничего. Зачем вы вывели нас из Египта? Для того, чтобы жить здесь, в Симайской пустыне? Отсюда приходит этот самый взрыв. И реакция на этот взрыв появляется ядовитые змеи, которые начинают жалить народ. Почему именно ядовитые змеи? И каким образом в качестве противоядия от ядовитых змей будет использован медный змей, об этом мы уже будем говорить на следующем уроке. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!